Базы инопланетян, они находятся, видимо, очень давно на нашей планете. За тысячи, сотни тысяч до появления нас как разумного существа. 23 августа 1953 года на военном полигоне в Якутии было запланировано испытание тактического ядерного оружия мощностью в 10 килотонн. Взрыв назначили на полдень. Дать внятное объяснение тому, что произошло дальше в бассейне реки Вилюй, военные не могли. Испытание атомного оружия неожиданно вышло из-под контроля. Взрыв превысил свои технические параметры в 2-3 тысячи раз. Вместо 10 килотонн получился взрыв в 20-30 мегатонн. Сейсмологические станции по всему миру зафиксировали взрыв, небывалый для того времени мощности. Сопоставимое воздействие может произвести только водородная бомба. Но до первых испытаний детища академика Сахарова оставалось еще несколько лет. В 1953 году в этом направлении еще только велись теоретические разработки. Сразу же после инцидента зону в долине реки Вилюй, где проходили испытания, военные объявили закрытой. Авиации запрещали летать над этими районами, над запретными зонами. Один раз вертолет сбился с курса, какой скандал был. Советские военные приняли беспрецедентные меры предосторожности. Тысячи квадратных километров тайги обнесли колючей проволокой, а по периметру возвели наблюдательные пункты. По периметру зону патрулировали солдаты, которым был отдан приказ стрелять на поражение. Местные охотники рассказывали, в течение нескольких лет внутри зоны велись раскопки. Иногда даже можно было расслышать далекие взрывы. Через три года военные неожиданно уехали. На их место пришли строители. Началось возведение Вилюйской ГЭС. Пульдовер проходил, скрывал грунт, и вот он что-то там царапнул. Посмотрел, вроде как металл. Какой-то желтый, странный, откуда он мог взяться в толще земли. Он вызвал мастера какого-то смены, тут вроде посмотрел, давай засыпай. В общем, все это засыпали и поставили вроде как плотину. Там стоит плотина, Вилюйская ГЭС. Так что же нашли в якутской тайге советские военные? Почему сразу же по окончании работ всю долину реки Вилюй решили затопить? Возможно, ответ кроется в местных преданиях. Якуты называют это место Елююю-Черки-Чех, что означает долина смерти. И стараются обходить его стороной. Охотники часто рассказывали, что находили в долине Вилюя странные артефакты, напоминавшие по форме огромные бронзовые котлы. Согласно легенде, в определенные дни из котлов вырываются огненные столбы высотой до небес, а на земле начинается землетрясение. Струится вокруг огонь, искры роем вьются. Это настолько красочно описано, имеет инопланетную подоплеку. Откуда взялись эти котлы в долине реки Вилюй, точно сейчас никто не знает. Местные жители лишь вспоминают рассказы своих предков. Мол, несколько поколений назад с неба пришла беда. В тайге случился страшный взрыв, и стало светло, как днем, а земля задрожала. Этот миф, мы так подумали, мог возникнуть, если якуты это явление наблюдали неоднократно. До сих пор в тайге можно увидеть последствия катастрофы, случившейся здесь в прошлом. Лес выжжен на сотни километров. Деревья как будто оплавлены. Многие уфологи интерпретируют эту катастрофу как описание крушения инопланетного корабля, обломки которого раскидало по бескрайней тайге. А котлы, они просто конструкция разбросанная. Местная легенда гласит, смерть ждет каждого, кто попытается ими завладеть. Свидетели говорят, что видели, как одни котлы взрывались, а из других вырывалась некая энергия и убивала человека. Для этого достаточно было прикоснуться к ним. Местные замечают, что за одной смертью человека следует целая серия других смертей, как будто один забирает с собой остальных. Сейчас у местных жителей остались только легенды о мистических котлах в верховьях реки Вилюй. Но где сами котлы и как их найти, никто уже не знает. Возможно ли, что советским военным в 1953 году удалось их случайно обнаружить во время испытаний ядерной бомбы? По-видимому, взрыв вошел в резонанс с котлами, лежащими глубоко под землей, и они сдетонировали. ВЗРЫВ Это вот эта пульнула установка. Ее сотрясли атомными взрывами, она выпрямила свой заряд, который взорвался прямо на месте. В течение нескольких лет советские военные в условиях строжайшей секретности производили раскопки в долине реки Вилюй. Но что удалось им найти? Смогло ли советское правительство получить доступ к инопланетным технологиям? Далее в программе. Свидетельства из первых уст. Занимался всеми необычными, фантастическими способами полета. Здесь производят супероружие. Летчикам запрещали даже приближаться туда под угрозой, что их просто собьют. Истинные причины холодной войны. Пошла гонка, некая гонка за технологиями инопланетными. И что досталось победителю? Есть договор с этой цивилизацией американского правительства. Я раскрою все тайны. В июне 1947 года на стол Верховному Главнокомандующему Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину легло секретное донесение. Разведка сообщала о необычном инциденте, произошедшем в США около городка Розуэлл в штате Нью-Мексико. В пустыне якобы потерпел крушение корабль инопланетян. Сталин понимал, если это правда, то в руках у американцев могли оказаться технологии, открывающие дорогу в космос. К донесению прилагались фотографии и папка с чертежами. Был вызван Сергей Павлович Королев, наш главный конструктор ракетно-космических систем, к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Там было очень много материалов, у него просто на столе разложено, и в том числе и съемки, и всякие там свидетельства, и донесения, и так далее, и так далее. Это все тогда было секретно, это никому не показывали, не рассказывали, чтобы не подоражить публику. Профессор Московского авиационного института Валерий Бурдаков начинал свою карьеру инженером в знаменитом на весь мир ОКБ-1. В подмосковном Калининграде он работал под руководством академика Сергея Павловича Королева. А я у него работал, у Королева, в организации, поэтому знаю вот эти вот все вещи. Не только работал, но работал центральным проектом, и, как говорят, головном проектном отделе, и занимался всеми необычными, фантастическими способами полетов. Профессор Валерий Бурдаков утверждает, что работы в области исследования инопланетных технологий велись под личным контролем Сталина. В 1947 году у американцев было уже несколько ядерных бомб, в то время как советские ученые еще только готовились к первым испытаниям. Сталин не хотел отдавать инициативу и в области космических технологий. Шла гонка, некая гонка за технологиями инопланетными. В Америке и в России заинтересованы в сборе информации и данных о тех объектах, которые появляются в той или иной точке Земли. Летом 1947 года в США только и разговоров было, что о сбитой летающей тарелке. И информация об этом случайно попала на провинциальное радио. Офицер по связям с общественностью авиабазы Росбелл сообщил, что разведотдел 8-й воздушной армии США при содействии местного фермера и окружного шерифа обнаружил в пустыне летающий диск. Вальтеру Хауту, тогдашнему пресс-секретарю военной базы, эта новость показалась забавной и вполне подходящей для прессы. Он даже не удосужился поставить в известность о своих намерениях собственное начальство. Командование армии США было в негодовании. Ошибка офицера могла поставить крест на всех секретных разработках Соединенных Штатов. В прессе распространили заявление с опровержением. Дело попытались замять. Да, если спецслужбы скрывают контакт с инопланетным разумом, вполне вероятно, что спецслужбы различных стран вступают в контакт при определенных задачах, поставленной государством. Возможно, доказательства этому находятся в пустыне Невада. Здесь, в обстановке строжайшей секретности, в 1951 году ускоренными темпами началось строительство военной авиабазы с испытательным полигоном нового поколения. На дне высохшего озера Грумлейк была построена гигантская 7-километровая взлетно-посадочная полоса. На склонах гор были оборудованы огромные мишени для бомбометания. Зона 51. Так во всех документах значится эта база. Американские летчики, например, называют это место черным ящиком, потому что даже во время учений, где использовались невадские полигоны, летчикам запрещали даже приближаться туда под угрозой, что их просто собьют без предупреждения. В 1952 году в зоне 51 одно за другим начинаются испытания высокотехнологичных самолетов. Одним из первых был самолет-разведчик У-2, обладавший невероятными для того времени характеристиками. Машина могла работать на высоте свыше 20 километров. Имела дальность полета более 15 тысяч километров. Новинка американцев долгое время была неуязвима для советских самолетов-перехватчиков. Позднее здесь проходило летное испытание бомбардировщик-невидимка Ф-117-Стелс, технология производства которого до сих пор является одним из величайших секретов Соединенных Штатов. Сейчас там используются такое, о чем вы и мечтать не можете. Вот подобного рода намеки на положение вещей делают периодически конструкторы, которые работают в зоне 51. Советским спутникам-шпионам несколько раз удавалось сфотографировать базу. Однако по этим снимкам нельзя получить никакой существенной информации о 51-й зоне. Видны только непримечательные ангары и взлетная полоса на дне озера. Оно прилегало к атомному полигону, поэтому очень просто было просить атомщиков, чтобы они границу своего полигона расширили и таким образом перекрыли для общественного доступа это место. По неофициальным данным, основная часть базы находится под землей. Рекрутов нанимают специальные службы. Новобранец обязан оставаться на зоне 51 до конца жизни. При этом не иметь никаких связей с внешним миром. Многие считают, что здесь испытывают технологии, полученные американцами в ходе исследований инопланетного корабля, упавшего в Розуэле, в 1947 году. В 1947-м год Америка, как предполагается, был сбит объект, который повлиял на будущее развитие технологий в Америке, в военной промышленности. Были адаптированы инопланетные технологии, вернее, для военной промышленности Америки. Опровергнуть или подтвердить использование американцами технологий пришельцев невозможно. Любая информация о базе строго засекречена. В зоне 51, в подземном буркере, содержатся инопланетяне живые, с которыми поддерживается контакт. И есть договор с этой цивилизацией, с какой-то цивилизацией, американского правительства в плане технологических новшеств. Эту теорию разделяет и полковник Александр Плаксин. Он утверждает, что некоторые такие технологии применяются уже сегодня. Достаточно взглянуть на любой российский или американский ультрасовременный самолет. Вот, допустим, форма аэродинамическая и в США, и у нас, они, как говорится, уже улучшены. Опять же, за счет, как говорится, свойств от НЛО. В дальнейшем стали защищать плазменной оболочкой самолеты от радаров. По некоторым данным, именно эту технологию плазменной оболочки самолета применяют в производстве новейшего суперскоростного прототипа Аврора. его испытания уже сейчас ведутся на полигонах зоны 51. Сверхскоростные самолеты, которые используют так называемую мизосферу, то есть промежуточное пространство между стратосферой и ионосферой, которые способны летать со скоростью, превышающей скорость звука в десятки раз. Ядерная бомба, создание ракет, способных летать в космос, самолеты-невидимки. Все это, по мнению многих, появилось в результате применения технологий инопланетных пришельцев. Дорогие друзья, впереди вас ждет самое интересное. Мы подойдем к финалу этого фильма и получим шокирующие предположения и ответы на все загадки. Смотрите на нашем канале видео о пришельцах и реальной съемке НЛО. Тайны древних цивилизаций и невероятные открытия археологов. Аномальные зоны и аномальные явления. Интересные факты истории и шокирующие разоблачения. Устраивайтесь поудобнее перед экранами, подписывайтесь на канал и продолжайте просмотр. Волгоградская область, Медведицкая гряда. В июне 2001 года в этом месте произошло странное событие. Сильнейший пожар в считанные минуты уничтожил более 350 деревьев. Огромный лес превратился в безжизненную черную пустыню. Уже наутро к месту страшного пожара приехали ученые, но ответить на вопрос, что же произошло здесь прошлой ночью, так и не смогли. Совсем недавно по всей области прошли проливные дожди, и версия о том, что пожар случился из-за неосторожности туристов, исключалась. Когда же пожарные ученые стали опрашивать местных жителей, выяснилось, что ночью все они наблюдали необъяснимое явление. Огромные светящиеся шары падали с неба, устраивая страшную огненную пляску. Но откуда могли взяться эти странные объекты? Ответ на этот вопрос нашелся не сразу. Там находилась некая секретная военная исследовательская зона, типа зоны 51 в Америке, но только наши мейты на СССР. Подмосковье, трасса Москва-Латкарина. Опытные водители стараются объезжать ее стороной. Страшная статистика смертей заставляет их наматывать десятки километров по объездным дорогам. Каждый день здесь случаются аварии, объяснить которые невозможно. На совершенно пустой и ровной трассе происходят лобовые столкновения. Водители выносят на обочину, а те, кому удается избежать аварии, рассказывают, что на несколько минут темная пелена застилает их разум. Рассудок мутнеет, а многие теряют сознание. Люди, когда едут на машине, они чувствуют некую отстраненность, которая появляется у них, и, соответственно, они отключаются на долю секунды. Этого хватает, чтобы лететь в кювет или в дерево. Деревня Пустоша, Шатурский район. Это место давно пользуется у местных жителей дурной славы. Здесь необъяснимым образом пропадают люди. В полиции накопились десятки заявлений несчастных родственников. Пропавших не могут найти до сих пор. Они пропадали на Коломенском тракте, который соединял Московскую и Владимирскую области. И до сих пор люди не знают, куда пропали торговцы, путешествующие. Кто-то считает, что здесь, возможно, находятся врата в параллельные миры. Медведенская гряда, урочище, шушмор, латкаринская трасса смерти. Это лишь небольшой список мест, которые называют аномальными зонами России. Когда местные жители слышат названия этих мест, то часто крестятся и отводят глаза. Об аномальных зонах не пишут в путеводителях, их часто даже не обозначают на картах. Но за ними в народе четко укрепилась дурная слава. Дороги убийцы. Леса, где люди могут сойти с ума, из которых не возвращаются. Почти возле каждого российского города или деревни есть место, в которое советуют не ходить. Может случиться трагедия. Территории, где наблюдают паранормальные явления, еще называют чертовыми остановками и ведьмиными местами. На сегодняшний день в России более 200 таких опасных территорий. Это места, которые прокляты. Несколько лет назад в Шатурском районе Подмосковья полиция забила тревогу. Из деревни Пустоша таинственным образом пропали люди. Целая семья. Очевидцы говорили, что они пошли за ягодами в лес и больше их никто не видел. Была статья «Московский, Бермудский, а подмосковный Бермудский треугольник». И там это описано. Там пропадали люди. Полиция, местные жители искали пропавшую семью несколько дней. Когда на третьи сутки не было никаких результатов, поиски прекратили. Последняя большая пропажа была в 1898 году, когда пропал полностью обоз с железом вместе с людьми. 26 человек, точно сейчас могу, не могу сказать. Не нашли ни концов, ни людей, ни железа, ни подвод, ни лошадей, ничего. Территория урочища Шушмур почти 500 квадратных километров. Никто и никогда не видел ее границ, так как редко кому удается дойти даже до середины этого места. Урочище называют гиблой землей. Ведь в здешних местах пропали без вести уже сотни смельчаков. Вот заявление одной из жительниц деревни Пустоша. «Я, Бузанова Ольга Петровна, заявляю о том, что 17 августа 2008 года мой муж, Бузанов Николай Степадович, 1954 года рождения, ушел из дома на работу и до сих пор не вернулся». И таких заявлений в местном отделении полиции десятки. С каждым годом в этом месте пропадало все больше. Начинается то самое необыкновенное, загадочное место урочища Шушмур. Алексей Липкин, известный подмосковный краевед, уже 10 лет исследует это странное место. Во время каждой экспедиции с ним происходят необъяснимые вещи. Алексей постоянно чувствует чье-то незримое присутствие, а приборы ведут себя очень странно. Зашкаливают стрелки и разряжаются батарейки. Пример здесь начинает шалить компас, неправильно начинает указывать направление. В лесу исследователь натыкался на странного вида деревья. Встречались здесь местные краеведы, лесники и какие-то странные березы с квадратными стволами. То есть ствол березы был не круглым, как мы привыкли обычно видеть, а какой-то овальный, угловатый. Когда начали расследовать загадочное исчезновение людей исследователи и полиция столкнулись с неожиданным фактом. Все родственники и очевидцы рассказывали, что накануне исчезновения по всей деревне слышалось загадочное змеиное шипение. А пройти по лесу обычным шагом было невозможно. Трава буквально кишела змеями. Водилось здесь достаточно большое количество змей. Более того, это змеиное место существует очень давно. В древних источниках исследователям удалось обнаружить доказательства того, что несколько веков назад местные жители поклонялись огромным змеям и даже говорили на змеином языке. Невероятно, но сохранились рисунки, на которых были изображены существа, напоминающие драконов, и им подносили человеческие жертвы. Именно поэтому местные жители до сих пор уверены, Шушмар – ничто иное, как долина змей. Где-то в этих мещерских лесах скрыт камень, который называют змеиным царем, змеиным богом. Местные жители, конечно, побаиваются здешних лесов, стараются не ходить в незнакомые места. Еще одним доказательством того, что много лет назад в Шушмаре действительно поклонялись огромному змею, стало то, что среди непроходимых лесных дебрей и гиблых болот местные жители видели загадочное сооружение, напоминающее капище языческим богам. Ведь по преданию, урочище Шушмар было построено около 2000 года до н.э. племенем озерных людей, которые занимались магией и умели управлять природными силами. Люди озер поклонялись змеиному богу Угу. Об этом культе свидетельствуют предметы, найденные во время археологических раскопок. Например, черепки глиняной посуды с орнаментом из змей. Богу Уру и было посвящено это капище. Находилось оно на месте нынешнего села Шатур. Шат означает небольшая горка, Ур – змеиный царь, недалеко от которого до сих пор стоит ритуальный камень. Но подробно исследовать эту зону невозможно. Из Шушмары возвращаются только те, кто не пытался зайти далеко. Остальные остаются там навеки. По одной из версий, от увиденного у людей просто не выдерживает психика. Одной из опасностей, которая подстерегает человека в аномальных местах, особенно в момент, когда человек становится очевидцем совершенно фантастических спектаклей, которые разворачиваются перед ними, одной из опасностей человек просто сходит с ума. Несколько лет назад в Шушмар приезжала научная экспедиция из Москвы в поисках древнего змеиного камня, но найти им ничего не удалось. Исследователи едва прошли четверть пути. К валунам, разбросанным вокруг, нельзя было подкопаться, ломались лопаты. К машинам липли гигантские слепни, невозможно было открыть глаза, как будто сама природа не давала раскрыть свои тайны. Участники экспедиции не смогли работать. Они постоянно чувствовали, что за ними кто-то следит. Могу сказать, как бы в первом приближении это выглядит так, у человека создается впечатление, что кто-то одел ему на голову железный обруч и вот какими-то винтами скручивает, сдавливает железным обручем голову. То есть, не то, что неприятно, это достаточно болезненное чувство. Резкое ухудшение самочувствия ученые объясняют тем, что шушмар находится в центре мощного энергетического потока. Такой энергетикой обладают так называемые намоленные места или места, где проводились древние ритуалы. Такая местность может благотворно влиять на человека, наделяя силой и жизненной энергией, а может погубить его. И до сих пор люди не знают, куда пропали торговцы, путешествующие. Кто-то считает, что здесь, возможно, находятся врата в параллельные миры. Что если все исчезнувшие люди находятся сейчас в параллельном мире? Ведь физики уже доказали, что параллельно с нашей развиваются еще десятки подобных реальностей. И вполне возможно, что в них до сих пор живут древние племена озерных людей, поклоняющихся страшному змеиному богу. Что если все, кто добирался до центра древнего капища, пересекали границу миров и оставались там навсегда? А недавно эта, казалось бы, невероятная версия нашла научное подтверждение. Когда карту шушмарского урочища заложили в компьютерную программу, ученые были в шоке. Шушмарские курганы точно повторяют расположение звезд в созвездии Ориона. Это еще одна из версий происхождения шатурской тайны. И может быть, те, кто бесследно сгинул, пропал в болотах урочища, сейчас находятся в других высших мирах. Ученые отмечают, что во всех проклятых местах и аномальных зонах происходят похожие, необъяснимые явления. Таинственные круги на полях, которые появляются буквально за одну ночь, неопознанные летающие объекты, призраки и полтергейсты. Я, например, только чертовых полян знаю около десятка. Я знаю около десятка долин смерти. Я слышал, ну, по крайней мере, полдюжины ведьминых полян. Ведьмины поляны, чертовы дубы и проклятые болота есть в Калужской области, в Пермском крае, на Алтае и в Забайкалье. Эти места уже сотни лет хранят в себе темную энергетику и способны даже передавать ее на расстояние. Именно поэтому, уверен исследователь Вадим Чернобров, каждый год в России появляются новые аномальные зоны или блудные места. На границе Волгоградской и Саратовских областей находится ряд холмистых гор. Их высота от 200 до 380 метров. Это так называемая Медведицкая гряда. В списке аномальных зон России она занимает центральное место. Местные часто встречаются со странными лесными жителями. Над холмами то и дело появляются НЛО, а в земле вырыты неясного предназначения пещеры и туннели. Похоже, что кто-то ведет тотальное исследование этой зоны. Но кто? Сейчас выдвинуто самыми разными исследователями не только мной, но и моими коллегами примерно штук-15 самых разных версий, начиная от того, что там находилась некая секретная военная исследовательская зона типа зоны 51 в Америке, но только наши мейты на СССР. Зона 51 известна всему миру как американский военный аэродром. Согласно официальным данным, там разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Действительно, во времена холодной войны между СССР и США была развернута космическая гонка. Две страны, претендующие на звание сверхдержавы, львиную часть бюджета тратили на космические разработки. Быть может, в зоне Медведицкой гряды проводились секретные испытания? Но какое могли испытывать оружие? и если эта сенсационная версия окажется правдой, то она может объяснить, почему местные жители видят неопознанные светящиеся шары и натыкаются на тоннели, которые ведут глубоко под землю. Если советские, а потом и российские военные действительно используют эту территорию как секретную базу, то какие тайны они могут там скрывать? Исследователь Геннадий Белимов часто выезжает в экспедиции по проклятым местам. Медведицкую аномальную зону он изучает уже много лет и написал немало книг. Его увлечение непознанным началось еще со студенческих времен. Но однажды меня мои коллеги, товарищи уговорили поздно осенью съездить. Говорит, там в одном месте есть два холма таких пирамидальные. Говорит, обязательно вечером начинаются полеты НЛО типа звездочек. Белимов сначала не верил, думал, шутка. Но вдруг все изменилось, когда в небе над Медведицкой грядой появился странный свет. Через пелену облаков как будто фара одиночная такая просвечивает. Круг яркий такой достаточно хорошо на фотоаппарате можно застеть. Из облаков выдурнула звездочка небольшая так по размерам. Секунд несколько постояла и ушла быстро в небо. Назвать увиденное обманом зрение Геннадий никак не мог. Он точно наблюдал светящийся шар, который завис над поляной. Но что это было? НЛО? Молния? Или что-то иное? С тех пор Белимов ищет ответы на эти вопросы. Из каждой экспедиции он привозит новые фотографии непознанных объектов. Ну на первых порах мы конечно с пленочной фотоаппаратурой ходили. И вот место посадки треугольного НЛО большого крупного стороны 80 на 80 на 60. на этом месте есть съемки 92-го года, когда только трактористы видели. Там было просто вдавленное и не росла трава. Там глохли трактора. В места, куда забирается Белимов со своей экспедиции, каждый раз происходит что-то необъяснимое. У исследователей то отказывает аппаратура, то останавливаются часы. Вот посреди поля вот такой лоскут аппарата треугольного большого. Явно, что он в тоннель такой не поместится. Вот мы стоим на фоне, вот молодые люди со мной приехали, на фоне этого деревья, которые вот что-то их корежит, или вот сожженные деревья. А несколько раз случалось невероятное. Опытные следопыты, знающие буквально каждый сантиметр, неожиданно не узнавали местность и начинали путать дорогу. Однажды группа приехала и буквально на следующий же день после ночи быстро собрались, спешно кое-что оставили свои вещи, быстро уехали. Я об этом узнал, я в то время не был в экспедиции, узнал фамилию одного, например, Дмитрий Устинкин. Это преподаватель Волгоградского университета. Я ему дозвонился, Дмитрий, что там было, что случилось, почему вы так спешно уехали? Говорит, Геннадий, какой-то страх, вот всю ночь не спали, какой-то страх людей держал. Но, быть может, какие-то необъяснимые силы предостерегают человека от гибели. Исследователи не исключают, что раскаленные огненные шары, обугленные деревья и аномальная активность в этой зоне могут быть результатом воздействия так называемых плазмоиков, сверхмощных энергоразрядов. Изучая это явление, ученые выдвинули сенсационную версию о том, что медведицкая гряда может быть порталом в иную реальность. Есть версии о всякого рода порталах, о всякого рода переходах, аномальных сочленений с другими мирами, переходах в параллельные миры. Исследователи уверены, что в этом месте пространство и время искажаются так, что человек может попасть в параллельный мир. Дело в том, что гряда находится на месте древнего тектонического разлома и может поэтому считается одной из наиболее мощных и непредсказуемых аномальных зон России. В этом месте повсюду возникают зорницы и шаровые молнии. Какие-то видимо невидимые нити есть, нити, конечно, в кавычках, по которым эти шаровые молнии передвигаются и эти трассы полетов сейчас изучены. Естественно, мы пытались ловить, эти шаровые молнии устраивали, засады, устраивали, ловушки металлические для шаровых молний. Ну, вот с разным переменным успехом такие исследования, так охота за шаровыми молниями идет. Однако понятие объяснить природу шаровых молний человек пока не в силах. И нам остается только их избегать, как и тех аномальных зон, которые буквально притягивают эти уникальные и смертельные явления. Ведь произойти может что угодно. новичков аномальная зона принимают неохотно. К необъяснимым вещам многие бывают не готовы. Галлюцинации чаще всего звуковые. вот идут шаги как будто кто-то в сапогах мощен так наметно крикнут из палатки или посветят кто там кто ходит. Никого тишина затихнет на время. Или скрип колеса бывало. Вот одна женщина она наиболее частая местная Валентина Горшунова она до сих пор боится одна оставаться в лагере допустим только обязательно с кем-то так далее потому что в одну из ночей ее из палатки тащили за ноги кто-то. Вот причем закрыта палатка замок закрытый а она чувствовала на щиколотках в спальнике чьи-то руки мощные и ее вытаскивали естественно как закричала там дочка у нее спала вместе проснулись все и бросили. Самое страшное случается тогда когда в аномальной зоне пропадают люди причем в таких случаях несчастного невозможно найти. Геннадий Белимов и его группа часто сталкивались с необъяснимыми звуками из ниоткуда. Это когда в тумане отчетливо слышишь голос зовущий о помощи но никого на месте не оказывается. Пропал наш уфолог из Лабинска Краснодарский край это Николай Иванович Халибалин Хрибалин Хрибалин пошел геолог он интересен был нам тем же это в 2001 году по-моему пошел с фляжкой воды собственно другого ничего не было грабить нечего если так грабить и исчез обыскались запрашивали и так человек пропал уже из нашей группы а не абы кто Медведевская гряда вот уже много лет предмет исследования ученых каждый раз по поводу происхождения гряды выдвигаются новые версии но окончательной нет до сих пор каждый раз в зону аномалии отправляются все новые и новые смельчаки но узнать ее тайны пока не удалось никому эта дорога длиной всего полтора километра но у водителей она давно получила дурную славу Лыткаринскую трассу называют дорогой смерти проезжая это место опытные водители крестятся вдоль дороги целое кладбище погибших людей когда едешь за рулем лучше снизить скорость совершенно неожиданно на полной скорости водителя может выбросить на обочину или отказать тормоза аварии на этой дороге происходят чуть ли не ежедневно почему здесь разбиваются люди неизвестно ведь участок дороги совершенно ровный и не опасный водитель Максим чудом остался жив он ехал домой по этой дороге вместе с друзьями и неожиданно почувствовал что сознание его помутилось голову как будто сдавило тисками где-то на этом участке начиная здесь дороги я начал проваливаться в сон терять сознание у меня началось помутнение я начал куда-то проваливаться еще секунда и машина на полной скорости врезалась бы в дерево но к счастью друзья увидели что Максим теряет сознание они тут же открыли окна Максим очнулся машина остановилась окрыл окна включил музыку начал головой какие-то движения совершать чтобы окончательно не потерять сознание превозмогая нечеловеческую головную боль Максим снова сел за руль но стоило ему проехать опасный участок как неожиданно боль как рукой сняло сознание стало ясным и вот закончился лес мы доехали до поворота у меня все нормализовалось и что это было так не понял доехал тогда нормально теперь у Максима два дня рождения и Латкаринскую трассу он старается объезжать стороной все водители говорят уйти от беды на этой дороге очень сложно каждый день здесь случаются аварии место словно требует жертв как только попадаешь на Латкаринскую трассу появляется странное ощущение преследования водители замечают прямо в глаза светит яркий свет фар а иногда кажется что на дороге они видят призраков я смотрю четко два луча вверх от каждой машины как будто два прожектора как будто у них фар не вперед светит а вверх стоят в ту ночь Дмитрий Матвеев торопился в аэропорт встречать родственников в три часа ночи сел за руль как раз ночью ехали по этой трассе по лесной Полоткаринской и ни с того ни с того туман 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 везде бывает и вот езжаем в этот туман и ни с того ни с сего машина бросает и резко начинает крутить просто вот вот так вращать во все стороны как будто мы выехали на голый лед машину развернуло и выбросило на встречную полосу руль будто заклинило тормозная система перестала работать машина была исправна то есть колеса все машина вообще новая была колеса все в порядке но так раскрутил и хорошо что встречных машин никого не было потому что как раз здесь на этом месте было улетели на встречную обочину Дмитрий чудом справился с управлением и выровнял машину весь остаток пути он ехал со скоростью 40 км в час такие трагические истории случаются на Луткаринской трассе каждый день дорогу даже освещали святой водой все равно аварии меньше не стало некоторые водители даже увольняются с работы чтобы только не ездить по проклятой трассе каждый сантиметр асфальта может стать последним недалеко от этого места это здесь помню в начале 90-х автобус и карус гармошка врезался в сосну там авария серьезная чем была тоже как водитель рассказывал он знакомый знакомых был чтобы просто ехал руль вырвало из рук и просто улетел исследователь Илья Саглиани уверен что через Луткаринскую дорогу проходит особая геологическая зона он считает что дорога проложена через метеоритные воронки их Луткарина обнаружили местные жители возраст одного из кратеров колеблется от 150 до 1000 лет размером он примерно 100 метров а его глубина не меньше 5 метров мы сейчас идем как раз по правой стороне где проходит тектонический разлом и как мы предполагаем почему здесь вообще происходит авария из-за того что люди входят в некое измененное состояние сознания отключаются на долю секунды здесь много очень энергетических как пласты такие вот темные как пласты но под чьим влиянием у водителей происходит помутнение рассудка быть может на человека влияют волны неизвестного космического происхождения самое ужасное что проверить эту версию нельзя любая техника здесь мгновенно выключается у нас магнитометр вот как раз на той точке зашкалил были очень большие значения собственно из-за того что в этом месте мощное переменное магнитное поле и были случаи когда аппаратура сбоила фото видео просто выходило из строя моментально объяснить что же происходит на Латкаринской трассе мы попросили известного экстрасенса Наталью Ильясову с первых же минут экстрасенс чувствует неладное ужасная правда открывается с каждой минутой почему-то вот тут все как в крови я чувствую очень много крови по дорогам очень много крови здесь много очень духов я вижу с той стороны но больше я вижу с той когда мы ехали тут прям вот они стоят все стоят и просят Наталья говорит это души погибших водителей в этом месте недавно была авария грузовик снес легковую машину от удара мужчину просто сдавило в автомобиле в живых не осталось никого больше всех захоронений это буквально я чувствую мужчину недавно произошла авария где-то наверное 35-40 вы сможете почувствовать вообще из-за чего это произошло и собственно при каких условиях это произошло я вижу вот сюда машина немного и оттуда еще машина вот мужчина абсолютно верно в 2009 как будто одна машина помешала но вижу как будто вот знаете резко едет да резко едет а потом как-то поворот отключается сознание ему плохо вот тут сдавило я чувствую сильно у него вот тут органы я вижу как сильно сдавленные серебряная светло-серая какая-то машина наталья и она не может найти покоя одна сторона этой трассы увешана венками другая ленточками а прямо у обочины дороги небольшая поляна куда съезжаются молодожены для того чтобы повязать свою ленточку счастья поэтому участок назвали поляной невест однако экстрасенс советует никогда не ездить в это место эта дорога проклята она не приведет к счастью молодожены обязательно разведутся сколько невест было да женихов и невест сколько свадеб половина из них разводов идет я увидела что люди расходятся знакомые Ильи тоже приезжали на поляну невест спустя полгода пара развелась действительно это так потому что они делают попитку духов то есть идет привязка к могильнику люди вот этим ритуалом привязывают себя к могильнику потому что здесь дорога идет на костях а по ночам в этом месте появляется призрак девушка одетая в длинное свадебное платье это видео было снято на камеру мобильного телефона смотрите внимательно на обочине дороги стоит призрак девушки невесты неизвестно когда это было просто есть легенда о том что действительно когда-то давно здесь разбился свадебный кортеж и погибла невеста и собственно дух этой невесты блуждает по этому лесу и мешает живым потому что здесь когда хоронили не ставили ограду а как известно когда не ставят ограду то это неупокоенная душа она неопета еще дух невесты каждый раз ищет себе жениха поэтому аварии со смертельными исходами происходят постоянно голова вся в крови у нее и здесь все в крови ноги сильно голова пострадала у нее то есть у нее идет резкая вот это вот как от головы внутри черепная мозговая может быть травма экстрасенс наталья ильясова объясняет призрак невесты предупреждение если она появится может случиться несчастье она предвестит беды она хочет дать информацию здесь осторожно надо ехать не загружаться не в телефоны нельзя здесь разговаривать то есть отключаться ни в коем случае это из нет без нет � Продолжение следует... 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 Мы так до конца не разобрались с этим участком, но одно для меня очевидно, что такая большая статистика попаданий под движущиеся составы. Я бы сказал, при таких нелепых ситуациях, при таких относительно безобидных ситуациях, что все эти случаи больше смахивали на суицид, чем на несчастные случаи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек, находящийся в такой зоне, ощущает панический страх и опасность. Случаются даже обмороки и потери памяти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас так называемый прибор-генератор случайных чисел и прибор, сдвоенный кварциогенератор, измеряющий неоднородности течения времени. Акварциогенератор и прибор, который... Генератор случайных чисел показывает, аномальное это место или нет. На это место приехали исследователи паранормальных явлений Илья Саглиани и Вячеслав Климов, больше известные как московские охотники за привидениями. Их задача узнать, что же толкает людей на суицид. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вот сейчас идет рост значений по электрическому полю. Вот в данном месте идет резкое увеличение. А, кстати, идет замедление генератора. Кранная лампочка, да? Замедление идет. Приборы странным образом не слушаются. Показатели изменяются каждую секунду. Могут создавать состояние от кратковременного сна, измененного состояния сознания, и в результате этого человек может просто не замечать идущего поезда. Получается, что люди совершают самоубийство неосознанно, находясь в затуманенном сознании. Приборы каждый раз показывают новые данные, и вдруг исследователям становятся не по себе. Ты чувствуешь какое-то головокружение, голова тяжелая, шум в ушах идет. Давление как будто, знаешь, как сдавливает тело, как давление... И вот тут даже приборы вот тут вот сходят с ума, посмотри, то есть значения максимальные. Смотри, 802, 705. И тут случается невероятное. Исследователи чувствуют, что рядом с путями им все труднее контролировать свое состояние. У меня появилось ощущение, как будто сейчас... Сдавливает. Сдавливает, да, меня все... Есть такое вот, голову как обручем идет. И тянет, почему-то хочется пройти по ней, вот, да, вот находишься здесь, вот, как вот неосознанно. Это состояние исследователи описали по-своему. Синдром Анны Карениной. Под влиянием внешнего источника излучения человек перестает себя контролировать и способен решиться на самоубийство. Начинает кружиться голова, начинает сдавливать виски, начинает вести к рельсам, начинаешь терять ориентацию в пространстве. Вот буквально недавно тут под пояс попала женщина, можно сказать, некий прототип Анны Карениной. Скорее всего, вот Анна Каренина, она именно под пояс бросилась, находясь в нестабильном психическом состоянии, именно в такой вот аномальной зоне. Специалисты уверены, подобные эксперименты вообще лучше не повторять. Ошибка может стоить жизни, а значит, лучше находиться от этого места подальше. Все эти случаи говорят о том, что где-то там рядом должен был находиться некий источник воздействия на людей. Какой он был? Может быть, газ выделялся, может быть, было какое-то излучение. Опасный переезд теперь объект тщательных исследований. Выяснить, что же там происходит на самом деле, недоступно для человеческого разума. Новомосковская аномалия продолжает хранить свои сокровенные тайны. В век информационных технологий человеку современному достаточно трудно поверить, что где-то могут обитать внеземные существа, возможны посещения НЛО и путешествия в параллельные миры. Однако само существование аномальных мест на карте России заставляет поверить в невозможное. Миссия проклятых мест – проводить естественный отбор. Гиблые поляны и леса играют судьбоносную роль, на свой вкус определяя, кому остаться в живых, а кого принести в жертву. Кто же станет следующим? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова